Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Жена поставила в холодильник банку с остатками варенья и без капли сомнения заявила, а вот сейчас я точно рожаю. А ведь все так хорошо планировалось. Мы с другом отвезли ее в роддом в субботу, а сами решили отметить вечер выходного пивком. В пятницу даже рыбку купили. И вот в субботу утром мы собрали жену, привезли ее в приемный покой и тут я сделал ошибку, улыбнулся. Мужчины, запомните, если вы провожаете куда-то жену, ваше лицо должно быть бледным от тоски, ближе к зеленому цвету. И хорошо, если еще по щеке стекает скупая мужская слеза, иначе вы очень сильно рискуете. Посмотрев на нас с другом, жена приняла решение. Нет, сегодня я рожать не буду, везите обратно, хочу домой. Мы попытались возразить, но спорить с беременной женщиной, это все равно, что пытаться остановить грузовик, который несется на огромной скорости. Ситуацию обострили и медсестры, которым совсем не хотелось тратить свой обед на то, чтобы устроить родильный быт на во прибывшей пациентке. Рожаете? Спросила старшая медсестра. Нет, бодрым голосом ответила жена. Тогда ждем вас завтра. Слышали? Нахмурилась жена. Везите меня домой. По дороге жена захотела еще мороженого сока, клубничного и пришлось среди зимы тащить домой целый пакет льда. Помог жене раздеться, разложил диван, рассовал по нему подушки, водрузил жену на вершину мягкой пирамиды, включил титаник, принес кусок торта и копченую рыбу. Вечер за окном плавно перетек в морозную ночь. Жена решила прогуляться к холодильнику. Поставив в холодильник банку с остатками варенья, она без капли сомнения заявила. А вот сейчас я точно рожаю. Ага, конечно, возмущенно фыркнул я. Рожаю, требовательно повторила жена. Да сколько можно? Я театрально заломил руки. Может, хватит издеваться надо мной? Рожаю, повторила жена. Я шнурую тебе ботинки и крашу ногти на ногах. Заметь, даже научился это делать аккуратно. Рожаю, обреченно прохрипела жена. Я привез тебя в роддом, побеспокоился. Чтобы без нервов, чтобы ты могла ни о чем не беспокоиться. И что я теперь слышу за всю свою заботу? Рожаю, заорала жена так, что под потолком дрогнула хрустальная люстра. В ту ночь у нас было еще много приключений. Машина на морозе не завелась. Скорую прождали три часа. К приехавшему на вызов такси жена шла, закусив губу, боясь спугнуть ночного водителя. Потом я на этом же такси искал по городу лекарства, названия которых не мог произнести даже с третьей попытки. В 7.30 жена прислала фото. Смотри, она твоя копия. Наша Сонечка. Глядя на снимок, я решил, что мне пора завязывать с пивком. Таким заплывшим и опухшим, как был розовый комочек на фото, я себя в кошмарном сне не мог представить. Это было пять лет назад. На свет появилась Соня, моя самая искренняя любовь. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.